В Балагое прошла ежегодная лыжная гонка на Кубок Геннадия Федоровича Ильина. Ее результаты в следующем сюжете Анастасии Фургуновой. Геннадий Федорович Ильин – чемпион СССР в эстафете 1974 года, обладатель Кубка СССР 1969 года. Недаром каждый год в его честь проводятся соревнования. Во-первых, дорогие ребятишки, здравствуйте. Я вас не видел, давно я вас еще не слышал. Как бы хоть забыли, но ничего страшного. Во-первых, я вас поздравляю качественным учебным годом, так же годом олимпийским нашей страны. Олимпия радует нас и вдохновляет. Желает нас, чтобы мы были похожи на меня. Поэтому, мальчишки-девчонки, спорт – это жизнь. И даже немного больше. В мои 73 года, если бы не спорт, я давно был бы там. Так что, а я сегодня с вами. Так что, желаю вам успехов как в учебе, так же и на уважении в спорте. Спорт должен быть у детей разнообразен. Не обязательно специализация. Играйте, прыгайте. Но делайте то, что по душе и не творите чудо, которое приведет за собой красивые последствия. Добрый путь, дорогие мои ребятишки. Добрый путь. Из года в год юные спортсмены со всего Балаговского района охотно участвуют в этих соревнованиях. Вы в первый раз участвуете в таких соревнованиях? Нет. Ну, раза четыре я уже участвую. У меня есть медаль за второе место. Вы, наверное, в Кубке Ильина участвуете? Да. А вы в Лыжне России предыдущие участвовали? Да. В Лыжне с такой же заняли? Ну вот, я второе место заняла. Из вашего класса вы одна или? Нет. У меня четверо человек с моего класса. Две девочки и два мальчика. Вы с учительницей, да, приехали? Да. А как зовут с учительницей? Ирина Геннадьевна Антипова. А на вашем учительнике культуре? Да. Удачи вам. Спасибо большое. В этом году вместе с юношами под первым номером стартовал и сам Геннадий Федорович. Уже во время соревнований налетела настоящая снежная Буранск, вузь которой сложно было разглядеть хоть что-нибудь дальше 100 метров. Лыжные соревнования на Кубок Ильина очень важны для наших спортсменов. Несмотря на пургу, несмотря на холодную погоду, то они все равно преодолевают все препятствия и идут к своей цели. Спортсмены показали отличные результаты. На женской дистанции 2000 метров золотыми призерами стали Анастасия Гунтарева, Елизавета Бадашкова, Анастасия Андреева, Анна Васильева и Полина Калинина. Среди мужчин на дистанции 3000 метров обошли всех своих соперников Иван Николаев, Тимофей Кузнецов, Влад Землянский, Егор Смирнов и Анатолий Кононов. Многие из этих ребят уже успели взять свое золото в муниципальном этапе гонки «Лыжня Россия». Так пожелаем им, чтобы череда побед не прерывалась.